Поднебесные показали снимки Солнца, сделанные орбитальной обсерваторией Куафу-1. Китай провел рекордно длительный тестовый запуск жидкостного ракетного двигателя. Уханьцы рассказали об изменениях в их жизни за последние три года. В КНР возобновили работу более 9 тысяч кинотеатров. Китайская академия наук опубликовала первые качественные снимки полного диска Солнца, которые сделала космическая солнечная обсерватория Куафу-1. На борту зонда установлены телескоп, рентгеновский тепловизор и прибор для измерения магнитного поля. Это первый в мире околоземный спутниковый телескоп, который одновременно отслеживает солнечные вспышки, выбросы корональной массы и магнитное поле звезды. Мы надеемся как можно скорее завершить испытание спутника на орбите и перейти к его научной эксплуатации. Мы предоставим возможность ученым из Китая проводить передовые исследования Солнца. Зонд, названный в честь Куафу, великана из китайской мифологии, который неутомимо преследовал Солнце, запустили в космос 9 октября. Ученые используют информацию со спутника, в том числе для прогнозирования космической погоды. Наземные станции в Пекине, Санье и Кашгаре получают данные от Солнечной обсерватории и передают для расшифровки на мощный компьютер Нанкинской обсерватории. Ожидается, что спутник проработает не менее четырех лет. Все это время он будет передавать около 500 гигабайт данных ежедневно. Это эквивалентно десяткам тысяч высококачественных изображений. Китай провел четыре пробных запуска жидкостного ракетного двигателя с тягой 130 тонн. Общая длительность испытаний составила рекордные 35 минут. Устройство работает на смеси кислорода и керосина, а топливный насос, расположенный в задней части, был существенно улучшен по сравнению с предыдущими моделями. Благодаря компактной конструкции тяга ракеты увеличится почти на 80%. Все испытания прошли успешно, что ознаменовало окончание этапа разработки. Новый жидкостный двигатель планируется использовать при запусках аппаратов на орбитальную станцию и в других космических миссиях. Жители Уханя, города, который был эпицентром вспышки COVID-19, рассказали о том, как изменилась их жизнь за последние три года. Вань Чунь Хуэй был одним из первых пациентов коронавирусного госпиталя Хуошэньшань. Свои больничные будни мужчина снял на видео. Когда я был в больнице, я стал свидетелем очень многих событий. Но я просто отпустил это. Я всегда стараюсь смотреть на происходящее с позитивной стороны. Когда Вань Чунь Хуэй наконец оказался дома, члены его семьи были очень осторожны и мало общались друг с другом, чтобы не заразиться. Тогда дочь Вань Чунь Хуэя сказала, что ее самое большое желание – снова сидеть вместе с родителями за одним столом. Сегодня между членами семьи уже нет такого отдаления, но все по-прежнему носят маски. Вань Чунь Хуэй говорит, что благодарен стране и народу за то, что Ухань смог выкарабкаться из смертельной пандемии. Мы высоко ценим, как быстро отреагировала вся страна, и все принятые меры оказались эффективными. Эти три года каждый делал все возможное. Многие в Ухане сегодня возвращаются к нормальной жизни. У семьи Янь Цзы до пандемии здесь был свой бизнес – продуктовый магазин. Но из-за вспышки коронавируса супружеской паре пришлось его закрыть. Некоторое время молодые родители близнецов переживали серьезный финансовый кризис. Но теперь тяжелые времена в прошлом. Семья даже переехала в более просторную квартиру. В семье Янь Цзы благодарны тому, что вспышки эпидемии в городе довольно быстро купировали. Ведь благодаря этому удалось сохранить заработок и не беспокоиться о деньгах на еду и жилье. Более 9 тысяч кинотеатров – это три четверти от всех в стране – возобновили свою работу после того, как в Китае оптимизировали меры по борьбе с COVID-19. В городе Чэнду, провинции Сычуань, зрители пересматривают на больших экранах старые любимые фильмы и с нетерпением ожидают показ новинок. Очень удобно, что больше не нужно показывать результаты теста на коронавирус перед входом в кинотеатр. Я с нетерпением жду фильмов «Аватар. Путь воды» и «Блуждающая земля 2». Это мой первый поход в кино за год. Из-за COVID-19 мы с друзьями давно не виделись, и я рада, что мы снова вместе. Меры безопасности в кинотеатрах по-прежнему соблюдают, что снижает риск заразиться от других зрителей или персонала. Перед тем, как возобновить работу, мы провели тщательную дезинфекцию всех помещений кинотеатра. Также мы бесплатно предоставляем клиентам дезинфицирующие средства для рук и маски для лица. Кроме того, у нас есть скидки на билеты и различные акции, что привлекает все больше посетителей. Антиковидные ограничения смягчили в Поднебесной в начале декабря. Теперь при входе в большинство общественных мест, в том числе и кинотеатры, больше не нужно предъявлять код здоровья и результаты теста на коронавирус.